Сейчас посмотрела ролик про Мариуполь. Интересно-интересно. Короче, значит, есть жители Мариуполя, которые проживали на Нахимово, 82. Они прописаны на Нахимово, 82. У них в паспорте написано Мариуполь, Нахимово, 82. А будинка нет. Точнее, уже есть будинок на Нахимово, 82. Но они там жить не могут, потому что это новый будинок, и в нём квартиры продаются за ипотеку. То есть, вначале им сказали, что разрушены дома, не волнуйтесь, потому что мы вам сейчас построим дом, который разрушен, и вы в нём будете жить. Там пришла мать с пятью детьми. Её куда-то выслали на какой-то дачный посёлок на 8 квадратных метров. Он говорит, ну как я буду с пятью детьми? У меня вот на Нахимово 82 квартира была, трёхкомнатная, с новой мебелью. Короче, вначале жители Мариуполя разрешили подать документы на восстановление жилья. Их приняли, документы. Приняли. Но через два месяца пришёл ответ, что вам не положена квартира. А когда звонишь по телефону, узнавать насчёт этих новых домов, новых квартир в Нахимово 82, жителям говорят, что квартир уже не осталось. Если вы хотите внести залог, то у нас осталось только две квартиры 54 квадратных метра. В общем, эти люди ходят вокруг своего дома, которого нету, которого отстроили. Там целая толпа людей. Целая толпа людей. Россиянец, целая толпа людей. Они, наверное, русские паспорта взяли. И уже готовы там путь, ну, кланяться. И готовы принимать русский мир. И готовы простить вам, что вы убили всех их соседей. Мебель их разрушили. Жизнь, что они жили в каких-то подвалах. Они всё готовы простить. Дайте им эти квартиры. А вы такие, плати ипотеку.